Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн» в Канаде. Давайте прочитаем еще раз то, о чем мы говорили. Поскольку я как-то все время сворачиваюсь с темы. Римлянам, 15-13. Бог же надежды, да исполнит вас. Правда замечательное слово «исполнит». Послушайте, вы всегда полны чего-то, так уж лучше пусть это будет что-то приятное. Лучше уж это будет что-то, с чем легко жить. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере. Вера, радость и мир – компаньоны. Вы можете знать свой уровень веры, зная свой уровень радости и мира. Если вы осознаете, что вы не в вере, начните двигаться в радости. Начните просто славить Господа, поклоняться Господу. Начните радоваться о том, что Бог уже сделал для вас. И это сдвинет с места вашу веру. Потому что требуется вера, чтобы взять все, что у Бога есть для вас. Одна из моих любимых историй по этому поводу – о пастыре, который проходил сезон депрессии. Будут сезоны атак в вашей жизни. И если кажется, что атака затянулась, это не значит, что ваша вера не работает. Это не значит, что Слово не работает. Но удостоверьтесь, что вы в вере. Обязательно используйте свою веру. Как знать, что вы ее используете? Вы отвечаете на ситуации. Если вы хотите получать что-то от Бога и ходить с Ним, вам нужно не только уметь говорить с Богом, но также уметь говорить с дьяволом. С Богом мы общаемся. С дьяволом мы говорим с позиции власти. Мы с ним не беседуем. Мы отвечаем Ему, используя свою власть. Когда что-то приходит и говорит, «Ты потеряешь свой дом», просто засмеетесь и скажите, «Нет, нет, 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 я не потеряю свой дом, потому что Бог уже дал мне обеспечение для этого дома». Когда я купил этот дом, все было включено. Не только кухня, спальня, погреб. Было включено обеспечение. Аминь. Его зовут Егова Ире. Он обеспечитель. Чтобы мне потерять дом, Богу пришлось бы изменить свое имя. А его имя не меняется. И я не потеряю свой дом. Он мой обеспечитель. Вы отвечаете, потому что вам что-то известно. И потом вы радуетесь и славите, и входите в поток радости. Не ради того, чтобы произвести что-то, а потому что вы знаете что-то. И когда вы радуетесь, вы вспоминаете то, о чем должны помнить. Если вы не радуетесь, так это потому, что вы забыли то, о чем следует помнить. Слава Господу! И когда ваша радость течет, научитесь высвобождать свою веру через нее. Итак, этот мужчина, этот пастор, целый сезон боролся с депрессией. И дошел уже до того, что был склонен к самоубийству. И это драгоценный муж Божий, муж веры. Это человек, ходивший с Богом. Я не говорю о ком-то, кто жил одной ногой в мире. Я говорю о том, кто всем сердцем посвятил себя Господу. Но пришел сезон атаки. И однажды он сидел у себя в спальне, с завешанными занавесками в темной комнате. И внезапно зашел Иисус. Иисус зашел и сел рядом с Ним. Хороший день, правда? Я вам скажу, Он в вас. Это хороший день. Не ждите чего-то зрелищного, чтобы узнать, что сверхъестественное находится в вас. Итак, Иисус зашел, сел рядом с Ним и не сказал ни слова. Просто сел рядом с Ним и начал смеяться. Ха-ха-ха-ха! Иисус начал смеяться. И этот мужчина, этот пастор, последовал Его примеру. И начал смеяться. И они сидели и вместе смеялись. Заметьте, Иисус не сидел и не разговаривал с Ним о Его проблемах. Он не говорил о вызовах. Он не говорил о противостоянии. Он дал Ему поток для выхода из этой ситуации. Выход не в том, чтобы разговаривать о проблеме. Выход не в том, чтобы узнать мнение 14 человек. Выход в том, чтобы иметь веру и выражать веру. А радость – это выражение веры. Итак, они вдвоем сидели и вместе смеялись. Иисус встал и вышел, и все это было разбито над пастором. Не было бы достаточно, если бы Иисус просто пришел, сел и смеялся. А мужчина просто бы сидел и смотрел. Мужчине нужно было войти в этот поток. Недостаточно сидеть в церкви и наблюдать, как другие прославляют. Недостаточно просто наслаждаться тем, что происходит вокруг вас. Недостаточно сидеть там, где звучит слово. Вам нужно войти в поток, чтобы ваша ситуация изменилась. Послушайте, почему у людей трудности с разрешением финансовых проблем, с исцелением и так далее, потому что они пытаются получить что-то, не осознавая, что у меня уже это есть, и я смехом войду в это. Однажды вечером папа Хеггин лежал на кровати у папы Гудвина дома. Он проповедовал у него. И вот пришли симптомы болезни сердца, и папа Хеггин просто натянул одеяло себе на голову и начал «ха-ха-ха», просто вот так «ха-ха-ха», «ха-ха-ха». Дьявол сказал «ты над чем смеешься?» Он ответил «над тобой смеюсь». И папа Хеггин продолжал «ха-ха-ха», «ха-ха-ха». И он рассказывал, что он так смеялся десять минут, прежде чем дьявол вообще что-то сказал. Что он делал? Он запускал свою веру. Он включал свою веру. Потому что когда вы что-то чувствуете, вам нужно запустить в действие свою веру. И поэтому он просто продолжал «ха-ха-ха», «ха-ха-ха». И дьявол снова сказал «над чем ты смеешься?» Он ответил «я смеюсь над тобой». А почему ты надо мной смеешься?» Он ответил «ты говоришь, что я не получу свое исцеление». Дьявол сказал «правда». «Вот в этот раз ты свое исцеление не получишь». Он ответил «дьявол, я не пытаюсь получить свое исцеление. Оно у меня уже есть». Видите ли, дьявол попытается вас затащить в то, чтобы вы старались что-то получить. Потому что забыли, что у вас уже есть. Вы смеетесь из-за того, что вы знаете. И это то, что делал Папа Хеггин. И он рассказывал, что дьявол поспешно собрался, схватил свои симптомы и ушел. Не потому, что он встал и связал что-то, как следует промолился, пытался что-то сделать, совершить какие-то дела. Смеха было достаточно. Что сказано в книге Иова? Что сказано в книге Иова? «Опустошению и голоду посмеешься». Аминь. Если смеха достаточно при опустошении, вы знаете, что такое опустошение? Это полная разруха. Когда что-то угрожает вас полностью уничтожить, слово говорит, что смеха достаточно. Аминь. К тому же там сказано «опустошению и голоду». Что такое голод? Голод – это когда чего-то не хватает. У вас может не хватать денег, не хватать еды, не хватать денег на ипотеку, не хватать денег на страховку. Когда чего-то не хватает – это голод. И Библия говорит, что над всем, что угрожает вас уничтожить и разрушить. И я не говорю о том, что вы ударили палец и раздражились. Я говорю, когда что-то стоит и смотрит прямо вам в лицо и говорит «тебе грозит разруха». Когда что-то в лицо угрожает вам опустошением, когда что-то говорит «ты никогда не сможешь это оплатить, у тебя никогда не будет достатка», когда кругом нехватка. По поводу этих двух вещей – опустошения и голода – у нас есть совет от Бога. Смейтесь над этим. Там не сказано «позвоните пастору и договоритесь о консультации». Не сказано «соберите четырех человек и помолитесь». Не сказано «проведите три часа в молитвенных языках». Послушайте. Молитва в Духе Святом – это правильно, и я это не преуменьшаю. Но сначала нам нужно делать то, что Слово уже сказало нам сделать, если вы только начнете смеяться. Я думаю, пасторам, когда кто-то звонит и говорит «мне нужно встретиться для консультации, у меня такая огромная проблема», возможно, стоило бы сказать «а сколько времени вы провели, смеясь этой проблеме в лицо?» Потому что если вы не будете смеяться опустошению и голоду, я вам не смогу помочь, потому что Бог уже сказал вам, что делать. Опустошению и голоду я посмеюсь. Там не сказано «опустошению и голоду мне захочется посмеяться». Там сказано «копустошению и голоду я применяю свою волю, я привожу в действие свою волю, и моя воля в том, что я буду смеяться, я буду радоваться не тому, что пришли трудности, а потому, что я знаю что-то, я знаю что-то, я знаю что-то». Когда Бог заглянул вперед в вечность и увидел, как цари земные и демонические духи советуются о том, как они распнут Иисуса, слово говорит, что Бог сидел на небесах и смеялся. Почему? Потому что распятие было ничем иным, как входом Иисуса в ад, чтобы разрушить его. Они думали, что они уничтожают Иисуса, а Бог просто дал ему проникнуть прямо в их лагерь. И затем он вышел, вышел и привел многих сынов в славу. Распространил это помазание по всему миру. Вот о чем я говорю. Видите, что вы сейчас делаете? Делайте это у себя на кухне. Делайте это в своем кабинете, когда все выглядит так, словно ваш бизнес разрушится. Вставайте и говорите, «А я знаю что-то! Я знаю что-то! Я знаю что-то! Я знаю что-то! Халлелуя! 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 Садитесь, а то не хватит времени для проповеди. Халлелуя! Есть пара вещей, которыми я хочу поделиться, прежде чем мы пойдем дальше сегодня. Евреям, 12 глава, 1 стих. Евреям, 12, 1. Здесь сказано, мы будем читать с 1 по 3 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, и сейчас он нам скажет, как мы можем это сделать, взирая на Иисуса». Это значит, что он центр всего. Сосредоточьтесь на нем и на том, как он действует, и что он вам обеспечил. Будьте внимательны ко всему, что с ним связано. Слово, ваше наследие, из чего он вас искупил, во что он вас ввел, взирая на начальника и совершителя. Чего? А-а-а. Вы не пройдете предлежащее вам поприще без веры. Знайте это и защищайте ее. Вам нужно сражаться за свою веру. Знаете, что Павел сказал в конце своей жизни? Он сказал, я течение совершил, прошел поприще, я сохранил свою веру. Ничто не украло у меня веру, ничто не забрало у меня веру. Вера была акцентом его жизни. Он в конце сказал, моя вера невредима. Моя вера сильнее. Моя вера полна. Он не позволил жизни забрать у него веру. Он не позволил неверующим людям забрать у него веру. Он не позволил неправильным доктринам забрать у него веру. Почему? Потому что без нее невозможно двигаться вперед. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, не просто начальника и совершителя нашего служения. Нет, потому что без веры вы не можете совершить свое служение. Когда люди бросают служение, это вопрос веры. Это не дьявол их прикончил, это вопрос веры. Когда люди отказываются повиноваться Богу в своем служении, это не проблема с дьяволом, это проблема с верой. Верните веру, и вы вернетесь на то место, которое Бог вам предназначил. Начальника и совершителя веры Иисуса, посмотрите, который ради предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Посмотрите на Него, помыслите о Нем, помыслите о том, что Он делал, чтобы выполнить то, что Он был призван сделать на земле. Делайте то, что делал Он. Если вы не будете помышлять о Нем и поступать как Он, вы изнеможете и ослабеете душами вашими. Итак, как же Он совершил то, для чего Он был рожден? Давайте еще раз посмотрим, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который ради предлежавшей Ему радости претерпел крест. Что это значит? Это значит, Он не был сосредоточен на кресте. Радость не заключалась в кресте. Крест был ценой. Радость же была в том, чтобы выйти из ада, воскреснуть из ада и вознестись на принадлежавшее Ему по праву место одесную Отца и привести множество сынов в славу. Аминь. Он был рожден ради радости, по другую сторону. И что Он сделал? Он претерпел крест, фокусируясь на радости. Это значит, Он смотрел сквозь крест, смотрел поверх Него, не фокусировался на противостоянии, которое было перед Ним. Он сосредоточился на том, во что Он войдет, когда Он повинуется и исполнит это. Знаете, как вы пройдете свои трудности? Перестаньте смотреть на них. Перестаньте смотреть на них. Перестаньте смотреть на них. Сосредоточьтесь на том, что по другую сторону. Противостояние приходит, чтобы попытаться заблокировать ваше продвижение в большее помазание, в большее откровение, в большую силу, в больший Божий план, в большую волю Божью, в большую ясность. Все это приходит, чтобы попытаться вам воспрепятствовать. Не смотрите на это, сфокусируйтесь вот на чем. Я иду на другую сторону, потому что по другую сторону этого находится моя награда. Вы знаете, что именно это делал Давид с Голиафом? Все остальные еврейские солдаты прятались, израильтяне прятались. Почему? Потому что они слушали и смотрели и внимали громадному уродливому парню. Они были поглощены им, они сидели и слушали его абсолютно каждый день. Давид пришел, и он услышал то же самое, но знаете, что он сделал? Он задал вопрос, что получит тот, кто его победит? Он начал говорить о награде, которая по другую сторону этого парня. Они просто настолько были сосредоточены на этом парне и охвачены им. А Давид спросил, а что по другую сторону этого большого парня? Знаете, что по другую сторону? Ему ответили три вещи. Великое богатство. Царь даст ему великое богатство. Второе. Царь отдаст ему в жены свою дочь. Что это значит? Он войдет в царское родословие. Он придет во власть. И будущие поколения тоже войдут в царское родословие. То есть они в этой земле займут позицию власти. Люди спрашивают, а как она выглядела? Да не важно, как она выглядела. Не важно, как она выглядела. Важно, что она собой представляла. Что к ней прилагалось. Когда я одержу победу, я получу ее и все, что к ней прилагается. Многие из вас говорят, я не хочу идти на эту работу, мне не нравится то, что мне придется делать. Прекратите. К ней что-то прилагается. Вы можете доказать свою верность. Вы можете стать чьим-то учеником, чтобы позже войти в свое. И третье. Он и его семья будут свободны от военной службы и налогов. То есть, когда он победил Голиафа, это принесло пользу не только ему, но и его семье и будущим поколениям. То ходите ли вы в вере или нет, влияет не только на вас. Это повлияет на ваших детей, на ваших внуков. Если вы не будете ходить в вере, это повлияет не только на вас, но и на ваших детей, на ваших внуков, на будущие поколения. Так что без вариантов. Вера – это наш образ жизни. Я вкладываю ее в своих детей. Я вкладываю ее в своих внуков. И не просто на словах, разговорами о ней. Я демонстрирую веру. Показываю, что мы делаем, когда видим недостаток. Поэтому, когда Давид бежал навстречу Голиафу, он не видел громадного парня. Он видел, благодаря тебе я разбогатею, я получу отличную жену, классный дом, я войду во что-то. И еще, мне никогда больше не придется сражаться с такими, как ты, если не захочу. Мне никогда не придется платить налоги. Вы знаете, кем был Голиаф? Он был огромной налоговой льготой. Вот кем он был. Давид не видел большое противостояние. Он видел награду по другую сторону. Иисус претерпел крест, потому что он смотрел на радость на той стороне. Если вы спотыкаетесь, колеблетесь из-за того, что перед вами, перестаньте на это смотреть. Начните смотреть верою. Вы можете увидеть, что находится на той стороне только верой. Вот почему люди идут на дно и не способны идти дальше. У них нет веры, чтобы посмотреть, что по другую сторону. Поэтому нужна вера, я говорю вам. Поэтому вам нужна вера. Каждый день питайте свою веру. Каждый день слушайте что-то с верой. Каждый день используйте свою веру. Недостаточно сидеть в церкви, где об этом проповедуют. Вам нужно это делать. Вам нужно это делать. Дело не в посещении церкви. Дело в том, чтобы жить такой жизнью. Но посещение церкви поможет вам жить такой жизнью. Но я лишь говорю, что вам нужно это делать. Я говорю, вам нужно это делать. Откройте со мной, пожалуйста, филиппийцам первую главу. Филиппийцам 1. Слава Господу! Филиппийцам 1, 21. Я хочу прочитать вам местописание о том, как Павел, благодаря жизни веры, был в общении с Богом. Позвольте вам сказать, если вы хотите общаться с Богом, вам нужна вера. Ваша жизнь веры усилит ваше общение или уменьшит ваше общение с Богом. Почему? Потому что Бог, Бог веры, Он не общается с волнениями. Он не общается со страхом. Он Бог веры. И вам нужно встретить Его в Его потоке. Аминь. Филиппийцам 1, 21. Павел пишет, «Ибо для меня жизнь Христос». Другими словами, Христос будет проявлять Себя через меня. Пока я живу на этой земле, Он будет делать, что захочет через мою жизнь. Для меня жизнь Христос. А смерть что? Приобретение. Продвижение. Аминь. Умножение. Так? Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Другими словами, Он говорит, у меня есть выбор. Остаться здесь или пойти в приобретение. И посмотрите, Он говорит, выбор за мной. Можно вам сказать, выбор за вами. Исход вашей жизни в ваших руках. Не в руках болезни, немощи, не выбор дьявола. Это выбор человека веры. Но нужно иметь веру. Нужно иметь веру. Иначе вы откажетесь от своего права выбора. Дьявол заберет у вас ваш выбор, если у вас не будет веры. Павел говорит, что мне выбрать? Я не уверен. Я не знаю, выбрать ли остаться и быть с вами, или пойти в приобретение. Он говорит, влечет меня то и другое. У меня дилемма, я не уверен. И он разбирается с этим в своем духе по мере того, как он это пишет. Имею желание разрешиться. Он говорит, это мое желание. Я хочу уйти и быть со Христом. Потому что это что? Несравненно лучше. Не немножко лучше. Несравненно лучше. А оставаться во плоти, то есть мне остаться здесь, нужнее для вас. И будучи уверенным, что для вас нужнее, чтобы я остался, я верно знаю, что останусь и прибуду со всеми вами. Смотрите, ну ладно, я сделал выбор. Останусь с вами. Прибуду с вами. Не рады ли вы, что служители остаются с вами? Никогда не бросайте то, что Бог призвал вас делать. Продолжайте, потому что на кого-то влияет то, продолжите вы или нет. И он говорит, я учитываю, как это повлияет на вас. Что будет с вами, если я уйду и если я останусь? Я принимаю во внимание вас, а не себя. Он говорит, знаю, что останусь и прибуду со всеми вами для вашего успеха. Посмотрите на это. И радости в вере. Дабы радость ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Итак, Павел говорит, что он останется на земле, чтобы привести их веру в радость. Привести их веру на уровень радости. Вы можете иметь веру, которая не течет, если нет радости. И он говорит, я останусь ради радости. Чтобы ввести вас в радость веры. Аминь. Халлелуя. Халлелуя. Затем Иоанна 16, 22. Я просто прочитаю. Здесь сказано, радости ваши никто не отнимет у вас. Заметьте, только вы отвечаете за свою радость. Будете ли вы сотрудничать с силой радости внутри вас, не зависит от того, как кто-то с вами обращается. Потому что я вам скажу, другие не всегда будут обращаться с вами правильно. И что вы тогда будете делать со своей радостью? Если другие обращаются с вами плохо, не надо и радость свою им отдавать. Есть люди, которые не хотят, чтобы кто-либо в доме был счастлив, когда они несчастны. И вам дано разрешение не обращать на них внимания. Если они хотят быть в плохом настроении и плохо обращаться с людьми, ну ладно. Но ваша радость, ваши они в их власти. Так часто люди говорят, если бы только у меня был получше супруг, получше обстоятельства. Может, эти люди обращаются с вами не так. Но если вы не научитесь двигаться в радости, которая уже доступна вам прямо там, где вы есть, вы обрекаете себя на ненужные лишения. Ваш мир не зависит от того, ведет ли кто-то другой себя правильно. Вы понимаете? Ваша радость не должна быть основана на том, чтобы кто-то вел себя правильно. Ваша радость, она ваша. Она ваша, чтобы черпать ее. Она ваша, чтобы тратить ее. Она ваша, чтобы ее активизировать. Она ваша. Аминь. Никто другой не отвечает за ваш уровень радости. Вы отвечаете. Если кто-то обращается с вами не так и хочет сердиться, пусть сердится в одиночку. Аминь. Но ведь он разрушает атмосферу. Измените ее. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Помните Смита Вигглсворта и его жену Поли. В начале их брака она была пастором. И как-то раз она собиралась идти проповедовать, а он был отступником в то время. И она собиралась пойти, заниматься попечительством, проводить служение, а он сказал, я глава этого дома. Видите ли, когда вы отступник, вам придется от всего отказаться. Нельзя придерживаться только отдельных мест Писания, которые вам выгодно использовать, чтобы контролировать других. Но он во время отступничества придерживался только отдельных мест Писания, не всех. И он сказал, я глава этого дома. Библия говорит, что я глава. Поэтому ты не пойдешь сегодня проповедовать. Ты останешься дома и будешь заботиться о семье. И она сказала, Смит, ты мой муж. Я уважаю тебя как мужа, но Иисус мой Господь. И она сказала, я пойду. Я дома все сделала. Ужин готов. Дом чистый. Дети ухоженные. Я не пренебрегаю с семьей, чтобы идти и делать то, что Бог сказал мне. И вот, когда она вернулась, дверь была заперта. А в Англии холодно и сыро. Поэтому она просто свернулась калачиком на пороге у двери. И когда он на следующее утро открыл дверь, она подскочила со смехом и сказала, доброе утро, Смит, что ты хочешь на завтрак? Он получил такое обличение, что прямо сразу примирился с Богом. Почему? Ее радость изменила его поток. Радости ваши пусть никто не отнимет у вас. Радости ваши пусть никто не отнимет у вас. Если кто-то заберет вашу радость, то заберет и вашу веру. Аминь. Аллилуйя. Вера, радость и любовь, они неразрывны. Слава Господу. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministriescanada.ca, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн в Канаде. Субтитры создавал DimaTorzok